приветствую дорогие зрители на канале арканум сегодня у нас очень интересная тема мы продолжаем обсуждать день солнцестояния почему сегодня и почему мы обсуждаем его до сих пор дело в том что день солнцестояния празднуется во всех культурах и религиях мира во всех абсолютно если вы увидели даже в христианстве очень много праздников подвязаны под день солнцестояния что же за тайну скрывает этот день почему его начинают праздновать еще до за семь дней до праздника и за семь дней после праздника мы сегодня поговорим с мария лан каранашвари мария джей гурдер намастэ ты знаешь у меня есть друзья в эстонии и у них день солнцестояния вообще прибалтийских странах день солнцестояния является национальным праздником и они его празднуют максимально ярко со всеми традициями со всеми обрядами я понимаю что у нас в украине сама процедура празднования она во первых разная во вторых она только начинает возрождаться я эту традицию возрождаю уже 15 лет до но она до сих пор трансформируется и определенного какого-то ритуала нет о чем мы сегодня с тобой поговорим почему день солнцестояния так важен какие есть основные традиции почему в этот день проходит вообще в этот период проходит много инициации духовных очень много духовных практик и что начинается после дня солнцестояния какие энергии вступают в действие и как с ними взаимодействовать готова благодарю что вы задали мне эти вопросы потому что тема действительно важная очень давайте я бы хотела немножко подойти с той стороны почему в принципе солнце играет такую большую роль в нашей жизни вы знаете все люди обращаются гороскопом есть вы знаете западная астрология восточная астрология джотиш и всякие другие там традиции в которых присутствует знание о влиянии планет на жизнь человека но кроме того что планеты влияют на жизнь человека они еще влияют на наше тело потому что человек он является отражением вселенной то есть наше человеческое тело содержит в себе все планеты которые существуют и и скажем так те планеты которые мы знаем основные они проявлены в различных частях нашего тела например солнце это наша чакра манипура это наш живот и дело в том что люди естественно понимали что от солнца в нашей природе нашей жизни зависит практически все солнце может быть ласковым солнце может быть испепеляющим солнце может давать жизнь солнце может давать засуху и уничтожать эту жизнь поэтому гармонизация своих отношений с такой планеты как солнце она актуальна для каждого человека и вот наши предки естественно всю свою жизнь подчиняли некому солнечному кругу у нас существует солнечный круг это четыре основных праздника в течение года это день зимнего солнцестояния и летнего солнцестояния также осеннего равноденствия и весеннего равноденствия вот эти четыре основные точки года являются некими вехами не просто в году а в неком духовном и жизненном периоде каждого из нас то есть раньше люди не мерили у них знаете был свой календарь и они мерили жизнь вот этими этапами от 1 от 1 от 1 солнечной точки до другой поэтому и ритуалы они были связаны с тем что происходило в эти времена года и естественно так как солнце эта энергия которая дает жизнь всему сущему всегда все эти древние праздники были связаны с некими таинствами брачными или завлекающими или какими-то сексуальными то есть всегда в древнем мире уделялось внимание слиянию мужчины и женщины непосредственно в эти праздничные дни поэтому так сказать все языческие гуляния они в какой-то степени заканчивались такими различными там ритуальными плотскими утехами то есть то что позволялось всегда на эти праздники это было всегда более свободно и более вольное чем то что было повседневно и в обычной жизни и на это как бы смотрели благожелательно то есть это было естественное проявление мужских и женских энергий праздник летнего солнцестояния он начинается не в сам день этого астрономического явления он естественно начинается за несколько дней начинает энергия солнца нарастать это примерно случается за неделю и также пик ее приходится на летнее солнцестояние и затем еще от 8 до 10 дней это как бы энергия идет на спад то есть мы можем принципе выделить и вот эти вот гуляния они длились две недели и если мы посмотрим на любые другие праздники солнечного круга они примерно длятся также например зимнее солнцестояние которая потом христианской традиции называлась святки она также празднуется две недели и я хочу сказать что любому этому празднику предшествует подготовка то есть первая неделя когда энергии нарастают человек уделяет это время некому духовному и телесному очищению то есть требуется пост требуется воздержание то есть мы знаем что даже христианская традиция заимствовала это и на самом деле она заимствовала это у той традиции которая была глубоко укоренена в народе поститься и готовиться большим праздником это не новое введение христианство просто затем это перенесли на христианские праздники и у нас появились четыре поста да так вот эти четыре поста раньше они были как говорить присвячены непосредственно вот этим четырем основным точкам солнечного круга нашего года если мы посмотрим на индию в индии в этот же период празднуется такой праздник наваратри наваратри это праздник девяти ночей богини когда тоже в этот период люди постятся совершают определенные подношения каждый день посвящен определенной ипостаси этой богини потому что богиня проявляется многообразно и вот как раз все индийские наваратри соответствует вот этим четырем точкам года сейчас в индии идет наваратри летние как раз во время летнего равноденствия и соответственно когда мы будем праздновать праздник мобона осенью 23 сентября в этом году он начнется то это как раз тоже будет совпадать уже с осенним наваратри то есть там будут тоже определенные в индии праздники и так смотрите синхронно весь мир что-то празднует ну смотри извини что перебиваю двадцать первого на день состояния всемирный день йоги йоги не в смысле сейчас многие зрители могут подумать что йога это просто такая утренняя зарядка нет йога это же духовное учение и через две недели вот в следующий понедельник через понедельник 3 июля ровно через две недели после дня состояния завершается праздник всемирным днем гуру всемирным днем учителей да это 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 прекрасно и не зря это сделали уже международными праздниками потому что международный день йоги он празднуется уже практически каждой стране потому что йогов и людей увлекающихся йога изучающих йогу практикующих очень много это и во франции и в украине и везде и в индии соответственно то есть это действительно большой праздник просто йога я просто чему вела йога это способ поклонения богу открытие просто зрители этого не знают это мы с тобой в теме йога это способ поклонения богу и открытие в себе тех божественных благословлений которые были заложены в в нас при рождении наших сад и мы должны открыть дорогу между собой и богом и вот поэтому день солнцестояния является таким важным это день когда мы духовно можем сказать ближе к божественному не только вокруг себя но и в себе в том числе как к этому относились предки смотрите йога это если объяснить вот популярным языком это духовный путь но так как каждый из нас идет свой духовный путь нет ни одного человека на земле кто бы не занимался йогой просто многие люди занимаются йогой так сказать неосознанно их внутри что-то влечет они это осознать не могут то есть йога это не просто физические упражнения это любое духовное делание это любое любая духовная аскеза которую совершает человек для того чтобы соединиться с высшим абсолютом то есть по факту все что мы делаем не для себя любимого не для материального процветания а все что мы делаем исключительно для роста своего духовного для того чтобы раскрыть свое сознание мы там получаем знания что-то узнаем куда-то паломничествуем совершаем какие-то практики это все называется йога есть естественно в индии йогические пути различные их очень много и у каждого этого пути есть свой как сказать коренной гуру и вот когда мы например вот в этот период летнего солнцестояния начинаем усиленную духовную практику естественно мы потом в конце благодарю всех своих учителей за то что они на вообще дали знания о том каким путем духовно мы можем идти вот например вылезайся где я живу уже пять лет я провожу большие праздники с большим количеством людей они происходят с акральном месте на горе где когда-то был храм друида где когда-то была древняя школа ведьм где проходили посвящение женщины в этом месте мы празднуем все вот эти праздники и когда я совершаю некий ритуал под названием огнеходра там обязательно мы вспоминаем всех учителей всех духовных учителей всех традиций которые существуют в мире ну конечно абсолютно всех перечислять это долго нет нет это когда мы делаем огнеходру подношение огню и вот на подношение огня мы делаем там как бы сказать отдельные подношения планетам солнцу стихиям различным дам то есть все всем пяти стихий которые есть но прежде чем это вообще начать делать мы начинаем эту огнеходру с воспоминания своего учителя и у каждого человека даже если он не принимал какое-то духовное посвящение этот духовный учитель в жизни присутствует или в человеческом теле или может быть каким-то другим способом иногда духовными учителями становятся люди которые уже давно умерли но вдруг человек услышал рассказы жизни или ему встретилась их книга и они начинают жить наставлениями этого человека и это автоматически как бы становится преемниками этого учения то есть они начинают считать этого человека даже если он физически здесь не присутствует все равно своим учителем так вот понимаете даже те люди которые нам жизни что-то дали духовное обучили нас какому-то искусству ремеслу то есть дали нам какое-то как говорится не материальное знание не о том как жить в этом мире о том чтобы раскрыть свои таланты чтобы раскрыть свою природу чтобы мы могли что-то делать хорошие не только для себя для всего мира эти все люди наши учителя и поэтому сначала ритуала мы всегда вспоминаем их подносим мысленно им свою любовь свое подношение и прославляем этих людей и таким образом формируется некая духовная переемственность через поколение к сожалению у нас очень много утеряно потому что люди не сохранили вот эту духовную переемственность и не вспоминали не благодарили своих учителей древних то есть у нас какой-то момент было это все обрублено знания скрывали знания не распространялись и поэтому на многих так сказать людях существует такой вот внутренний вакуум когда они не понимают вообще многих значений даже грубо говоря в той религии которую они исповедуют они очень многого не понимают и как бы сказать чувствуют пустоту внутри так вот вот я хочу сказать что мы знаем что есть такой термин безбожники да то есть люди которые как бы вроде бы там или атеисты или вообще не признаются никаких высших сил так вот я хочу сказать что первый термин безбожники это те люди которые принципе отрицают влияние сил природы и всего космоса на жизнь человека потому что весь наш мир окружающий у это проявление божества в каждом явлении существует определенный тип божественной энергии и тот человек который над природой издевается который не признает ее божественного начала который не признает того что природа это как единый организм в любом случае доминирующий над личным человеческим сознанием он по факту и является безбожником то есть человек сам себя отсекает у тех энергии которую может брать в мире окружающим так вот вот эти четыре праздника основных и летнее солнцестояние это самый такой праздничный самый любимый праздник во многих странах ну во первых потому что это лето потому что это рассвет природы но это тот момент когда мы гармонизируем себя свое тело свое пси свою психику свое понимание именно со всем окружающим миром чтобы не только солнце но и весь окружающий мир был к нам добр чтобы он нас не уничтожал чтобы мы не подвергались воздействию пагодному от всего что происходит вокруг а для того чтобы мир нам помогал чтобы он нас спасал от неприятностей чтобы стихии были гармонии с нами чтобы в нашем теле все органы работали правильно чтобы не было никакого дисбаланса то есть и гармонизируется наше человеческое тело во время всех этих ритуалов которые мы проводим на летнее солнцестояние и гармонизируется наше духовное понимание единство с природой и этим миром и когда у человека это в принципе сознание присутствует у него уже не поднимется рука варварский что-либо разрушить кого-то убить что-либо сломать понимаете есть люди которые природы родились с тонким чувством любви к животным к растениям да и они очень переживают вот как бы сказать борцы за природу то есть эти люди очень сильно переживают и у них очень развита сочувствие эмпатия к стражда к всему что страдает от рук человека но на самом деле мы должны каждый в себе это единство с окружающим миром пробудить иначе если этого не будет то мир так и будет продолжать уничтожать сам себя в войнах в агрессии но кроме того люди никогда не избавиться от такого количества страданий в принципе страдания невозможно вообще полностью убрать из нашего мира как потому что это часть нашей эволюции но в то же время все равно мы должны стремиться к тому чтобы страданий страданий было меньше чтобы счастье любви было больше а как это возможно когда люди постоянно друг с другом находятся в борьбе когда люди постоянно что-то хотят от этого мира от этой природы хотят ее переломить хотят ее уничтожить не признают того что есть на самом деле и на самом деле после этого всего проделанного они сами же становятся жертвами они сами же страдают от этих разрушительных сил потому что запомните что природа это все божественное мироздание но всегда будет сильнее отдельно взятого человека всегда будет сильнее отдельного какого-то государства или какой-то корпорации какой-то бизнес структуры которая решила там что-то построить ради этого испортить или море или лес уничтожить какую-то природу учтите что если вы у природы что-то берете всегда нужно этой природе взамен что-то отдать то есть если вам пришлось по какой-то причине вырубить деревья или использовать какой-то водоем технических целях значит вы должны сделать в два раза больше то есть вы должны посадить деревья больше чем вы поломали или пришлось их вырубить вы должны создать новые водоемы создать очистку какую-то соответствующую для того чтобы окружающая природа грубо говоря не гневалась на вас понимаете ведь все в нашем мире это взаимодействие энергии и когда мы это взаимодействие нарушаем нарушаем это равновесие гармонию чаша весов перевешивается и начинает человек отгребать огромные кармические последствия то что мы сейчас по факту наблюдаем в нашем мире то есть посмотрите любой хоть у нас сейчас про передачи не политическая но посмотрите что происходит во время войны между россией и украины уничтожается все советское наследие заводы и там эти электростанции то есть все стирается а почему потому потому что природа лась потому что когда это строилось у советского народа был девиз там реки вспять повернем заставим природу служить на благо человека никакие стихии нам не страшны да вот это вот полное безбожие то есть непонимание того что человек ничего сам без природы не может человек не может природой повелевать как ни крути природа все равно человека нагнет стихии все равно будут сильнее космические силы все равно будут сильнее вот и какое-то время это все просуществовало но в мерках человеческой истории это вообще как говорится один день там какие-то восемьдесят лет даже ста лет там еще не пошло этого советского государства которое это все настроило и пожалуйста все уже этого нет так вот когда мы будем это все восстанавливать если люди не поставят во главу угла принципы экологии не поставят во главу угла принципы гармоничного взаимодействия с природой мы потом опять придем к тому что опять это все разрушится поэтому это очень очень важный момент и вот когда люди ходят на природу и праздную такие праздники как летнее солнцестояние у них начинает честно говоря меняться их энергетика и очень многое меняться в жизни после каждого праздника мне потом пишут участницы почему-то на наши праздники больше всего приходит женщин хотя я приглашаю всех что у них произошло после потому что мы делаем специальные ритуалы на которых мы делаем сам кальку то есть это как бы формируется намерение формируется некое желание которое мы просим у солнца у божества которому посвящены ритуалы чтобы это все осуществилось вот и поэтому после этих ритуалов женщины выходят замуж беременеют рожают детей находят новые работы там находят новое себе жилье то есть очень много благоприятного происходит при том все говорят мы не знаем как это произошло это произошло само собой мы даже это не думали что это будет так скоро ли мы это не планировали просто человек на празднике с гармонии с гармонизировался с окружающим миром перестал с ним бороться а мир он настолько плодороден он настолько взаимосвязан что он тут же человеку который не создает вот этого барьера не создает никакого противодействия он сразу же щедростью отливает кучу энергии кто-то у кого-то поправляется здоровье у кого-то исполняются различные желания и это никакая не скажем так какой-то степени это магия да но я хочу просто людям объяснить что это все закономерно потому что любое наше сопротивление оно мешает окружающему миру нам помочь а сопротивление создает всегда наше эго которое считает что он узнает лучше других которые считают что должно быть только по моему то есть он человек себе отсекает для того чтобы слушать не то что даже окружающее пространство своих близких людей так сказать круг своего общения то есть какой-то момент человеку надо просто остановиться и погрузиться в тишину и послушать что ему хочет сказать окружающий мир то есть мы приходим на природу мы сидим тишине медитируем под звуки птиц под шум ветра под сказать ощущение своего дыхания мы стараемся как бы сказать абстрагироваться оторваться от всего материального что находится в нашем вне который связывает нас с этим всем и вот в этом состоянии тишины мы чувствуем ту энергию которых дает нам природа ту энергию которая дает нам божественность поэтому я конечно очень бы хотела порекомендовать всем хоть раз поучаствовать в этих праздниках они связаны как с такой вот медитации они связаны с ритуалами различными которые в разных культурах свои в индии свои у славян свои у скандинавской традиции свои конечно такие страны как швеция для них этот праздник главнее нового года то есть там реально каникулы и там реально люди празднуют его в общем больше чем новый год ну грубо говоря то есть у нас нам же подменили очень много праздников другими названиями другими датами как бы сместив их с этих сакральных точек вот то есть есть например страны где эта традиция сохранилась у них действительно из поколения в поколение передается как вот этот праздник праздновать да у нас силу нашего советского прошлого эти традиции стерлись стерлись полностью практически конечно можно поехать швецию посмотреть как празднуют там нужно поехать в индию посмотреть как празднуют там можно приехать ко мне в элизас вот следующий праздник у нас будет большой нам об он сентябре 23 сентября и посмотреть как этот праздник я провожу с какими ритуалами как это все проходит так что организуйтесь сами в своих городах своих странах соединяйтесь природой даже если вы не знаете никаких ритуалов приходите просто на природу медитируйте будьте в тишине приносите вкусную еду потому что любой такой праздник связан еще и с пиршеством то есть после того как проведены все ритуалы у нас начинается танцы ужин у нас начинается практически всю ночь люди как бы сказать веселятся во многих славянских традициях этот праздник заканчивался ночным купанием совместным голышом там в каких-то водоемах да или в речках в прудах то есть конце концов это праздник радости когда вы можете почувствовать такую детскую радость когда вы можете отпустить все условности когда вы можете делать все что вам принципе хочется и все что вам приносит радость и при этом гармонизируясь с окружающими людьми и с окружающей природой и каждый раз когда собирается какая-то группа людей на этот праздник так как каждый человек он является проводником определенной божественной энергии образуется некий узор некая мандала вот почему на такие праздники наши традиции водили хороводы то есть когда мы становимся в хоровод энергия каждого участника она как бы зажигается определенным светом она зажигается определенным узором и этот хоровод если на него посмотреть скажем так духовным зрением сразу же представляется не просто какой-то круг людей взявшихся за руки а высвечивается мандала некая янтра которая уникальна поскольку в этот момент собрана именно этот состав людей именно это количество людей значит именно эта мандала может помочь совершению чего-то поэтому в хоровод по очереди в центр кто-то заходит и участники хоровода как бы посылает ему энергию то есть эта энергия всей этой мандалы божественной которая насыщается этот человек и получает силу и особенно если в этот хоровод например женские у нас чаще всего естественно женские хороводы но если в центр ставится пара или в центр ставится мужчина один дал то конечно мужчины они потом в состоянии такого опьянения эйфории полной то есть от такого потока энергии который не получает центре этой мандалы а пары у пары чаще всего рождается ребенок или они входят в брачные отношения вот так что я вам хочу сказать что сила тут очень большая и те люди которые лишили нас традиции они просто отобрали силу и возможность и знание самое главное знание того что человек с природа это единый организм если человек живет как частичка этого организма то природа всячески будет вам помогать вот а если человек чувствует себя чем-то отдельным то он будет к сожалению страдать поэтому я желаю всем принимать участие в этих праздниках объединяться с природой вот и пусть будет всем счастье любовь и здоровье мария огромное спасибо вы наш учитель и вы постоянно в каждом выпуске рассказываете что-то настолько интересное настолько традиционное которая заставляет не просто подумать а вступить взаимодействием силой своего рода силой природы силой земли и спасибо большое что вы нас вот учите возвращаете эти знания дорогие зрители я думаю вам было интересно если вам интересно что происходит осенью весной и зимой напишите в комментариях мы да запишем отдельные выпуски о том насколько важны вот эти праздники святки впереди следующие праздники у нас это обжинки это взаимодействие с дарами природы с землей с энергии земли это уже будет в августе все мы знаем что когда пришел илюшка он кидал воду лягушку так ли это на самом деле мы поговорим в следующих выпусках на этом мы с вами прощаемся ставьте лайк подписывайтесь не только на канал арканум а еще и на канал марии ланг там очень много интересного видео о здоровье о аюрведической медицине о разных обрядах традициях я думаю вам будет интересно всего доброго до новых встреч